Итак, меня зовут Анна, я системный аналитик в команде Contour Zero счеты, и сейчас я вам расскажу, как закалялся аналитик, то есть я при переходе из большой инфраструктурной команды в маленький стартап. Прежде чем я начну рассказ, я еще раз предлагаю вам зайти на слайды и посмотреть на вопрос, который относится к моему докладу. Как вы считаете, какие навыки нужнее всего аналитику, как специалисту, чтобы оказаться нужным и важным при переходе в новую команду? Ну, либо, может быть, вы считаете, что какие-то навыки уже сейчас делают вас звездой и человеком, без которого команда не сможет выпускать фичи? Через некоторое время мы вернемся к вашим ответам, а пока я начну. Сначала расскажу немножечко о своей карьере. Стала аналитиком я в 2011 году и почти сразу же попала в команду Contour. Как видно, я переходила несколько раз из одной команды в другую, но самым бомбическим переходом был переход в последнюю команду. Для меня это был вызов по трем причинам. Во-первых, я выходила после длительного отпуска. Во-вторых, я была единственным аналитиком в команде на 0,5 ставки, который должен был просто с нуля поднять проект. И в-третьих, я выходила работать удаленно. До этого у меня такой практики не было. Давайте посмотрим в целом у нас в компании, почему аналитик может переходить из одной команды в другую. Во-первых, это как с моей ситуацией, он может выйти из декрета и может оказаться, что в какой-то команде отсутствие аналитика ощущается более остро, чем в его текущей. И ему просто могут попросить перейти в другую команду. Во-вторых, он может элементарно вырасти из своего проекта. Он уже, допустим, движется в сторону сеньора, а проекту такого уровня уже не нужно. Третья причина тоже достаточно понятная. Аналитик и проект не подошли друг к другу. В этом случае лучше полюбовно расстаться и найти подходящую команду или аналитика. Также есть такой момент, что наша компания огромная. У нас около 80 разных проектов. Естественно, некоторые из них закрываются. Те, которые не нашли свой рынок или устарели, или еще по каким-то причинам. Команда расформировывается, и сотрудникам предлагают перейти в какую-то другую команду. У нас всегда есть много открытых вакансий. Ну и, соответственно, конечно же, раз проекты закрываются, естественно, что они и открываются. Появляется бизнес-идея, согласуется бизнес-план, стартует проект, мы его у себя в компании называем стартап, и по другим проектам ходят и просят гуманитарную помощь в виде сотрудников. Для меня были актуальны первая и последняя причина. Давайте посмотрим, срежем, так скажем, первый уровень моего перехода, какие у меня были ожидания и в какую реальность я попала. Во-первых, я думала, что я такой аналитик, приду в розовом пальто, и все сразу же начнут меня уважать и резво читать мою аналитику и верить ей. Но такого не случилось. Во-первых, я была полным джуном в предметке, я сменила область. Во-вторых, возможно, по этой причине моей аналитике не очень доверяли. Были ситуации, когда я приносила постановку разработчику, и он говорил, угу, и делал абсолютно по-своему. Нам до сих пор аукаются такие решения, поэтому я вас призываю, если такая ситуация у вас есть, лучше потратить время и договориться с разработчиком, чем допускать, что разработчик сам себе придумывает аналитику. Следующее мое прекрасное ожидание было, что стартап — это дружный коллектив, который вместе возьмут задачи и понесут их на боевую, и мы будем выпускать релизы, как из пулемета калашников. Но такого не случилось. Оказалось, что команда, хоть все члены команды находятся в одном городе, но команда оказалась распределенной. Более того, у каждого человека были свои интересности в общении. Соответственно, процесс релизов тормозился, и не такая уж дружная получилась команда. Следующий нюанс. Я думала, что я смогу адаптироваться практически к любым процессам, но когда я попала в новую команду, мы только собрались, никаких процессов не было настроено, и было практически невозможно работать. Любое движение было болезненно и требовало согласований и прикиров друг к другу. Следующий момент. Я думала, что мои накопившиеся практики, best practice, я приду, разверну весь инструментарий и начну ими точить гранит аналитики. Но, как оказалось, мои практики были достаточно интуитивны, и для команды они не были нативными. И они спрашивали, почему эта практика, зачем она нам нужна. И, как оказалось, я не могу ответить на более глубокие вопросы, помимо простого применения этих практик. Этот момент заставил меня прокачаться как аналитика и понять корень, зачем, в принципе, используются эти практики. Ведь они нам нужны как инструмент, а не как самоцель. Ну и последний фейл оказалось, что моя самоорганизация на нуле. Потому что, во-первых, раньше я не работала на удаленке и на полставке. Ну и из этого вытекает много разных моментов. Самый элементарный – это уход в отпуск, либо когда ты хочешь взять отгул. Такие, казалось бы, элементарные вещи у меня просели. Давайте пойдем на следующий уровень. Посмотрим, какие были команды. Какое у меня первое значительное различие – это в количестве человек. С одной стороны, когда у тебя 25 разработчиков и 6 тестировщиков, ты не знаешь, кому пишешь аналитику. Соответственно, надо писать такую, что подойдет и для джуна, и для сеньора, и для новичка в проекте, и для закореневшегося уже разработчика. Когда у тебя один проектировщик, один разработчик, один тестировщик, ты подходишь к ним и говоришь «Настя, Леша и Ирина, скажите, что вам надо видеть в моих постановках?» Они дружно тебе говорят, ты адаптируешь свою аналитику, и Настя, Леша и Ирина счастливы. С другой стороны, когда в команде 50 человек, любые форс-мажоры легко нивелируются. Отпуск, больничный, какой-то внезапный отгул. У команды есть процессы, и твое отсутствие мягко закрывается. В команде из двух человек или даже из шести, даже если ты на полдня отсутствуешь, это может остановить много процессов. Кстати, про процессы. В первой команде были отличные установившиеся процессы и отношения. Я бы даже заострила ваше внимание на том, что процессы – это в каком-то роде то же самое, что отношения, когда мы говорим про работу. И если роль аналитика подходила к роли разработчика, и был такой процесс, что аналитик задает вопрос, а разработчик отвечает на него, вот такой сформировавшийся процесс, то неважно, подошла я в роли аналитика или другой человек. Разработчик все равно садится и отвечает на вопрос. Я думала, что это прекрасное отношение ко мне, но это процесс. Во второй команде я подходила к разработчику, задавала вопрос, и разработчик мне в ответ выкатывал список ритуалов, которые я должна выполнить, чтобы получить ответ на свой вопрос. Казалось бы, это какое-то отношение ко мне, но на самом деле в голове у разработчика были другие best practices, как нужно эффективно коммуницировать друг с другом. Достаточно болезненно это было понимать, поэтому можете взять себе на заметку. Следующая особенность. В первой команде была фантастическая стабильность. Бэклог на два года вперед меняется редко и незначительно. В команде во второй планы меняются постоянно, и тебе прямо под курсор в твоей вики засунувают следующую статью, потому что новая горячая задача пришла, и ее надо сделать. Что-то в этих проектах было общее. Не было документации ни там, ни там. Но в большой сложной системе отсутствие документации это означает, что необходимо ходить, дергать разработчиков и смотреть с ними в код, чтобы узнать, как она работает. А в проекте, которого еще не существует, это естественная вещь. И поэтому я с удовольствием выстроила ту систему документации, которая была комфортна мне. Еще один нюанс большой сложной системы. Даже если нужно внедрить какую-нибудь маленькую фичу, необходимо сначала узнать все места системы, которые она заденет. Когда создаешь системы с нуля, ты как в чистое поле выходишь и можешь в любое место встраивать свою фичу. Это ни на кого не повлияет. Но с другой стороны, это, конечно, большая ответственность, чтобы следующие фичи удачно встраивались в свое принятое решение. Ну и последний нюанс, что в первой команде моя специализация была достаточно узкая. Я писала постановки задач для разработчиков и отвечала на вопросы других команд, а как устроена наша система. В новой же команде оказалось, что у каждого огромная зона ответственности. Ты человек-снежинка. Я успела и потестировать, и проводить юзабилити, тестирование, и выстраивать отношения с бизнес, частью нашей команды, с внедрением, с продажами, налаживать процесс создания бэклога, передачи аналитики в разработку и так далее. То есть околоаналитические вещи. С одной стороны, это возможность роста, с другой стороны, это, опять же, повышенная ответственность. Давайте копнем еще глубже и посмотрим, какие компетенции мне нужны были в первой команде и как они конвертировались в компетенции, которые мне понадобились во второй команде. Первое – это выделение MVP. Думаю, MVP многим из вас знакома. Это minimum valuable product. То есть это минимальная частичка от фичи, которую можно уже накатить на боевую, и клиент может воспользоваться. Когда я перешла в другую команду, у нас появился бомбический проектировщик, и он сказал, ребята, нет, давайте мы будем катить минимальную фичу, которая пользователю будет удобно и приятно использовать. И мы получили минимум lovable product. Минимально симпатичный продукт, так скажем. Следующий момент. Когда в первой команде нужно было писать постановку, я частично проектировала архитектуру, частично писала какие-то алгоритмы для разработчика. Во второй команде меня попросили подвинуться и уйти с этих низкоуровневых требований, перейти на верхнеуровневые. Соответственно, я описывала только бизнес-сценарии, покрывала полностью фичу с их помощью. Следующее изменение. Чтобы узнать про работу клиентов в сервисе, в старой команде я писала SQL-запросы, смотрела в базе, как они себя ведут, куда ходят и так далее. Во второй команде мне эти же знания пришлось выискивать с помощью коммуникации. Я спрашивала у бизнеса, у отдела продаж, у внедренцев и у своих пользователей про то, как они живут, что им важно, как они работают. Следующий набор компетенций я пометила красненьким цветом. Почему? Потому что сначала я подумала, что эти вещи мне вообще не пригодились в новой команде. Ну, подумаешь, там, тексты, ну, системное мышление, ну, и кому они нужны. По факту, после ряда ретроспектив, я поняла, что эти вещи закрепились у меня на базовом уровне, и с их помощью я могла хорошо описывать задачи, и при этом налаживать те бесконечные процессы и коммуникации, которые нужны в команде для нормального существования. Зато поделюсь с вами своим, скажем так, ноу-хау, что ли, ООП-аналитиком. Это то, что мне пригодилось в новой команде для того, чтобы укорениться, настроить процессы, удобную работу, и чтобы почувствовать себя, чтобы и в глазах других стать компетентным аналитиком. Что это такое? Что же это за странные символы? Это осознанность, обнуление и проактивность. Если вы видите проблему, как я делала раньше, я видела проблему, у меня было свое экспертное мнение, я шла и говорила так, так, так и так. В новой команде меня разворачивали и говорили спасибо, до свидания. Поэтому я стала искать другой подход. Я говорила, ребята, и я выискивала корень проблемы. Есть такой метод 5 почему. Если вы что-то видите, задаете, почему мне это важно, отвечаете, к этому ответу снова задаете, почему, и так далее. И прокапываете вглубь, что же лежит в этой основе. Там, может быть, вы увидите, что есть неудобство процесса, либо свои личные какие-то проекции, которые, в общем-то, не нужны, их можно откинуть. Далее вы можете пойти в команду про обнуление. Вы идете в команду, не в шапочке эксперта, а в шапочке ученика, который жаждет зданий. И всех заинтересованных лиц опрашиваете, а как они видят этот процесс, что им важно. И после этого вы проактивно начинаете собирать какую-то модельку, которая подходит для заинтересованных лиц, и самое главное, для вас. Что в этом ООП прямо очень важно? В том, что вы, если вы не будете ничего делать, ситуация либо разрешится как-то, не факт, что вам это понравится, либо вам придется ее терпеть. Если вы начнете применять этот инструмент, вы процессы измените под себя, чтобы вам было удобно. И при этом это будут процессы, которые удобны и окружающим тоже. Таким образом, давайте с вами подведем небольшой итог. Я надеюсь, что во время моего выступления вы уже успели написать какие-то компетенции, которые вы считаете важными. Такой аналитический жирок. Если вы еще не успели это сделать, можете еще раз с телефона или в браузере открыть слайды и написать там один или несколько каких-то навыков, которые вы считаете очень важными для аналитика, когда он переходит в новую команду. Я сейчас перестану шарить экран. Анастасия расшарит свой экран, и мы посмотрим, что мы получили в качестве ваших ответов. Так, идет барабанная дробь. И самый нужный навык – это любить людей. Это отлично. Мне очень нравится, ребята, прямо love, peace. Знаете, китайские сердечки вот так показывают. Очень поддерживаю коммуникабельность, тоже поддерживаю. Считаю, что аналитик – это человек, который, по сути говоря, своими софт-скиллами связывает всю команду, и поэтому это прямо критически важный навык. Быть полезным. Быть полезным. Хорошая вещь, но есть нюанс. Тут, конечно, нужно понимать, что такое для вас быть полезным. Как мы видим, тут ни один, ни два и ни пять навыков. Понятно, что их много, что этих навыков много. Давайте я немножко их… У меня тут окошко их закрывает. Я сейчас чуть-чуть его отодвину. Я их все перечислю. Это и выявлять требования. Здравомыслие – отличнейший навык. Умение выявлять взаимосвязи. Умение объяснять. Зрить в корень. Оу, ребята, тут все движется. Умение глубоко погрузиться в проблему. Снятие требований. Софт-скилл. Думать головой. Так, Настя, у тебя почему-то закрылся экран. Могла бы ты еще раз расшарить? Спасибо большое. Сейчас мы… Вот, софт-скиллы, кстати, даже два раза упомянуты. Гибкость, системное мышление, умение структурировать, классифицировать, умение адаптироваться, терпение, напористость, системность, инициативность. Да, действительно, я полностью согласна. Спасибо, Настя, большое. Можешь перестать шарить, и мы сейчас вернемся к моему экрану. Я считаю, что каждый из этих навыков, он важен. Вы на своем месте накапливаете свой личный аналитический жирок, с которым вы пойдете в новую команду, и который привнесет ценность в эту новую команду и позволит вам где-то на автомате двигаться благодаря своим навыкам. Сейчас я вам расскажу, какие навыки лично для меня явились таким спасательным кругом и вытянули меня. Это умение задавать вопросы, это умение мыслить системно, согласно полностью, там тоже писали, мыслить системно и анализировать, выделять MVP и MLP. Я считаю, что в текущем мире мы очень часто уже приходим к выводу, что нужно доставлять по кусочкам фичи, а не полностью использовать водопадную модель, когда мы все пользователю целиком. Поэтому, возможно, это даже такой универсальный навык, которому стоит обучиться. Дальше. Это искать информацию всеми правдами и неправдами. Гуглить, читать документацию, искать в других командах, искать разработчиков, читать код. Это все очень важный навык для аналитика. И также умение писать тексты. Ведь с помощью текста вы передаете информацию другим членам команды и себе в будущем. Ну, и у меня есть несколько особенных фич, которые помогают поднять авторитет либо при переходе в другую команду, либо даже если у вас в команде произошли какие-то изменения. Первое – это гибкость. Сначала попробовать подстроиться под чужой процесс. И если уже он не помогает, если возникают конфликты, то вспомнить, что отношения – это примерно то же самое, что процессы. Надо искать корень зла не в отношениях, а рассматривать процесс и искать улучшения процесса. Другие члены команды тоже больше нравится улучшать процессы, а не выяснять отношения. Третье – я, конечно же, рекомендую вам воспользоваться ООП-аналитика. Напомню, что это осознанность, обнуление и проактивность. И последний навык – это самоорганизация. Очень рекомендую вам. Если вы сейчас прокачаете самоорганизацию, то на текущем месте вы станете гораздо эффективнее. Если вы прокачаете самоорганизацию и перейдете в другую команду, то с вами будет очень приятно работать и налаживать отношения. На этом у меня все. Жду ваши вопросы. Напоминаю, что меня зовут Анна. С удовольствием вам отвечу и передаю бразды правления Анастасии. Забираю, Анна, у вас бразды правления. Хочу напомнить, что вопросы мы задаем в слайдах. Собственно, там же, где вы указывали, какие навыки, на ваш взгляд, важны аналитику в любой команде при переходе, и все в таком духе. У нас уже накопились вопросы к нашему докладчику. Я смотрю, все справились с тем, чтобы найти, где ставить лайки. Также еще раз напомню, что в правом верхнем углу слайда есть настройки профиля. Укажите там, пожалуйста, свои контакты, почту, либо Телеграм, все что угодно, для того, чтобы с самым классным человеком, который задаст самый-самый классный вопрос, мы смогли связаться. Некоторые вопросы, как мне кажется, они будут интересны в разрезе ответов не только Анной, но и нашими другими спикерами. Например, как вот тут второй популярности вопрос, как заработать авторитет в новой команде. Поэтому предлагаю такие общие вопросы перенести на конец нашего сегодняшнего разговора. Вот. А пока что, Аня, давай посмотрим, что тут у нас, по нас спрашивали. Очень-очень-очень много всего. Пойдем, наверное, сверху вниз. Самый полюбившийся всем вопрос. Что означает аналитик и проект не подошли друг к другу? Через какое время это можно понять? Анна, расскажите, пожалуйста. Прекрасный вопрос. Спасибо большое автору вопросам. Давайте так. У нас в компании вообще крайне принято, широко практикуется честность. И давайте по правде поговорим, что если вы переходите в новую команду, компанию и так далее, вы сначала разговариваете и снимаете там первый какой-то срез требований, если выражаться аналитическим языком. Потом вы попадаете в команду, и все может оказаться совершенно не так радужно, как вы себе представляли. Допустим, вы пришли в команду, вам говорят, ты будешь писать постановку. Вы приходите, вам говорят, а еще ты будешь тестировать, вести документацию, ну, не знаю, там, снимать требования с пользователей. А вы этого предварительно, во-первых, не знали, а во-вторых, самое важное, вам совершенно не хочется этого делать. Лучше на старте сказать, ну, ребята, давайте, либо мы будем соблюдать договоренности, либо все-таки мы посмотрим какую-то другую команду для меня. Вот. Также при… Ну, вот, особенно это проявляется при внешнем найме, когда на собеседованиях все равно невозможно прямо глубинно посмотреть на уровень аналитика. Его, конечно, у нас проходит по три уровня собеседований, и его определяют достаточно точно, но тем не менее аналитик пришел в команду, и оказалось, что он не тянет те задачи, которые есть. И, соответственно, в зависимости от этого его могут взять в какую-то другую команду, где его уровень приемлем, а из этой команды, ну, вот, придется уйти. Моменты, я бы сказала, не очень приятные такие, не то, что там торжественные, туда идут все с флагами и фейерверками, но это лучше решить в самом начале, чем несколько там месяцев или еще хуже лет отмучиться в этой команде, понять, что вам этот кактус не подходит, и потом только пересесть там на следующий. Так, Анастасия, тебя не слышно. Ты сейчас будешь задавать следующий вопрос или я сама его буду читать? Да, давай перейдем к следующему вопросу. Так, ну вот, который про авторитет, еще раз повторюсь, предлагаю отнести на попозже. Следующий у нас по популярности. Как говорить на одном языке с разными участниками команды? Красный вопрос. Как говорить на одном языке с разными участниками команды? Стоит посмотреть, насколько большой круг команды мы рассматриваем. Либо это команда разработки, где там есть определенные роли, либо это есть еще околопроектные участки команды, это внедрение, это там какие-нибудь продажи, бизнес, ребята, какая-нибудь соседняя команда. Вот, давайте скажем так, вот те, которые околососедние, то лучше всего с ними разговаривать через вашего руководителя. То есть это более простой вариант. Если говорить про внутренних ребят, то, конечно, вам нужно выстраивать отношения. Вот, опять же, берем два пути. У вас в команде уже настроены прекраснейшие процессы, все, в общем-то, их соблюдают, и вам непонятно, почему так. Значит, вы идете и спрашиваете, а почему так? И пытаетесь подстроить этот процесс. Если вы понимаете, что он по какой-то причине вам не подходит, то нужно понять, это мешает вашей работе? Если мешает, в каком смысле это мешает? И вы идете и разговариваете с человеком, что, ну, вот смотри, тут вот так вот, а мне это вот так. Давай договариваться. Вот. Это если по процессам разговаривать. Если говорить про то, что... Очень разносторонний вопрос, поэтому будет, ребята, разносторонний ответ. Если говорить, что, допустим, тестировщик требует, чтобы в постановке было одно написано, проектировщик другое, там, бэк-разработчик третий, фронт четвертый. Собираете всю команду на ретроспективу и смотрите, чтобы вся команда совместно договорилась, что должно быть, присутствовать в постановке, чтобы каждый из членов команды мог выполнить свою задачу. потому что эти ребята, они пользователи вашей постановки, и они сами должны объединиться друг с другом и рассказать. У меня в постановке были такие моменты, что кому-то была нужна блок-схема, кто-то говорил, пожалуйста, несу и блок-схемы. Я их засовывала под кат. Вот. Еще один срез, если вы говорите про, допустим, про знание продукта. Лучше всего, чтобы вся команда, абсолютно вся команда общалась одинаковыми терминами, и это термины конечных пользователей ваших продуктов. Тогда вы будете разговаривать вот именно на одном языке. Вот. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. И давай перейдем тогда к следующему. У нас здесь Светлана спрашивает, как мы можем прокачать самоорганизацию. Вот как ты с этим справилась, когда собственно поняла, что все не очень хорошо. Как прокачать самоорганизацию? Честно говоря, вопрос тоже прекрасный, и ответ на него вообще, говоря, длинный. я прямо готовила отдельный доклад на эту тему. Давайте я сейчас постараюсь в нескольких словах сказать. Постарайтесь, во-первых, если ожидается какое-то событие, допустим, уход в отпуск или там релиз задачи или еще что-то значимое, то хорошо, если за месяц до него вы подумаете, какие дела вам надо успеть сделать и кому что отдать, чтобы к этому моменту все было готово. То есть это такое стратегическое планирование. Нужно заглядывать в будущее. Второе, хороший момент, это про свои задачи. Например, я себе в календаре отмечаю какой-то кусок дня, в который я занимаюсь аналитикой. Пишу, собираю требования и так далее. И прошу меня в это время не беспокоить. То есть вы должны для своей команды сказать, ребята, вы хотите получать от меня качественную аналитику? Вы хотите, чтобы я хорошо продумывала требования? Значит, мне надо погрузиться в задачу и некоторое время я буду недоступна. Возможно, это покажется каким-то простым решением, но это очень... Я, честно говоря, читаю разные книжки про самоорганизацию разных авторов, и все они, как один, рекомендуют выделять себе какую-то цель на день и выделять себе какое-то время, в которое вы делаете эту задачу. И еще один момент. Если вам нужно сделать одну большую задачу, то вам нужно ее разбить на несколько, запланировать опять же себе время, допустим, на ту же аналитику, и ежедневно, стабильно подключаться к этой задаче, и вы постепенно сможете съесть таким образом много слонов, и таким образом вы станете крутым специалистом, которому можно доверить большие ответственные задачи, что вы их не профокапите, не забьете на них. Это повысит ваш авторитет и вашу квалификацию. Ну и, видимо, мы успеем еще ответить на какой-нибудь вопрос. Анна, что же вы скажете насчет того, как важнее общаться вживую с людьми или соблюдать какой-то строгий регламент процессов, который, не знаю, менеджер выработал либо еще кто-то? Этот вопрос хорошо согласуется с режимом самоорганизации. Смотрите, вопрос балансный. с одной стороны общение вживую оно дает много контекста. Когда вы узнаете что-то от человека, вы можете, вот, когда вы пишете сообщение, вот вы написали текст, вам ровно на него ответят. Писать обычно лень и пишут какие-то быстренькие ответы. Когда вы разговариваете вживую, вы за то же время, за те же пять минут сможете получить огромный кусок информации. Поэтому я за то, чтобы общаться с людьми вживую. Но тем не менее, это весьма приемлемо возможно включить и в процессы. То есть там, я не знаю, там с 8 утра до 10 я пишу аналитику, меня никто не трогает, в другое время я готова к тому, чтобы побеседовать лично. Кстати, еще один прием из самоорганизации, вы же знаете, с кем вам надо поговорить, не ждите, когда он вам назначит встречу, возьмите сами назначите. Это будет, во-первых, в удобное для вас время, во-вторых, вы будете выглядеть как ответственным человеком, вот, ну и в-третьих, собственно, это то самое живое общение, которое даст вам информацию, вы сможете провести беседу, собрать требования, ну там цель вот этого общения, вот, соответственно, нужно уметь балансировать самоорганизация процесса. Анастасия, если ты что-то говоришь, то тебя не слышно. У нас там попросили ссылку на доклад про самоорганизацию, вот, обязательно найдем, предоставим после митапа. Мы, к сожалению, не сможем найти, он еще не состоялся. А, то есть он только состоится, и это у нас такой как бы анонс. Да. Значит, это у нас анонс, и обязательно приходите потом как-нибудь слушать Аню с ее докладом про самоорганизацию. Но у нас еще есть время буквально на последний вопрос от Васючкова Максима. Почему, почему аналитик внедряет практики, а не менеджер? Менеджер же вроде вот для всех этих вещей создан. Почему опять аналитик-то у нас самый крайний? Максим, с одной стороны, я согласна, что вообще не дело аналитикам внедрять практики, но, как я говорила, когда попадаешь в стартап, мало людей, а обязанностей много, и, соответственно, один человек начинает совмещать много-много-много разных разных ролей. То есть, ну, допустим, у нас в компании вообще стандартно аналитик не тестирует продукт, есть тестировщик, и не проектирует продукт, есть проектировщик. Но все мы знаем, что иногда просто садишься и тестируешь, или открываешь пейнт и проектируешь. Вот, соответственно, абсолютно та же штука произошла с менеджерством. Я организовывала процессы, плюс я считаю вообще, что аналитик, он тоже немножечко менеджер. Ну, вот вы пишете задачу, вы же хотите, чтобы она на боевой появилась. Вот, как бы, ваше аналитическое как бы сердечко, оно хочет, чтобы вы не в пустую, не в стол написали что-то, а так и донесли до боевой, и вот там вот она появилась. Соответственно, я когда вижу, что я написала задачу, она в меня обратная. Я ее пихаю в разработку, она обратная. Меня такое не устраивает. Я иду и интересуюсь у разработчиков. Почему? Могу я что-то улучшить? Могу я что-то изменить? И таким образом я влияю процесс прохождения своей задачи до выхода ее на прот. Может быть, я опять слишком общее скажу, но лично у нас в команде принято, что мы все радеем за свой продукт и все роли стараются эту аналитику все-таки, точнее, задачку донести до боевой как можно скорее. Соответственно, тут каждый немножечко менеджер своей задачки. здорово, здорово, спасибо большое за то, что так развернуто ответила. Пора потихонечку нам готовить александр